Вмещая в интернете объявления о покупке либо продаже вещей, будьте внимательны. Велика вероятность того, что вы столкнетесь с мошенниками. Похожая история произошла в начале августа в городе Новочебоксарске. Местная жительница решила продать имущество на сайте бесплатных объявлений. Чем закончилась история? Расскажем в сюжете. В середине июня 37-летняя жительница Новочебоксарска задумала продать ненужные ей вещи. Покупателя решила найти в интернете, где и разместила объявление с фотографией и контактным номером. Будущая владелица отозвалась быстро, деньги была готова перевести на банковскую карту. Однако продавец обратила внимание на то, что с номером карточки. Незнакомка запросила и ее реквизиты, и пароли из СМФ-сообщений. Ко мне пришла СМСка. Она запросила вот этот код, который я никому не должна была сообщать. Я ей, естественно, отказала. Женщина вовремя одумалась и сразу сообщила в полицию. Наслед злоумышленницы вышли сотрудники уголовного розыска Новочебоксарской полиции. Данный гражданки звонок поступил от абонента, зарегистрированного в Самарской области. Были установлены данные владельца абонентского номера и осуществлен выезд с целью проведения противоразвитых предприятий. Покупательницей сайта объявления оказалась 21-летняя жительница Самарской области. По словам девушки, деньги за товар сначала она хотела перевести на счет мобильного телефона. Однако, услышав, что у продавца есть банковская карта, передумала. Хотела, чтобы женщина со своей картой мне отправила деньги. Что вы для этого сделали? Позвонила ей и сказала, что я покупаю молокосос. А зачем вы пытались похитить деньги? Ну, это не похищение, я считаю. По факту попытки хищения денежных средств с банковской карты возбуждено уголовное дело. МВД Почуваши напоминает, чтобы не попасть на уловку телефонных и интернет-аферистов, нужно следовать простому правилу. Никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих карт и не называть сообщения с кодами и паролями. КОНЕЦ КОНЕЦ